Ты не накрашиваешь, это все. Да я просто надо сначала сам посмотри, потом расскажу, конечно. Ну в общем я начну. Меня зовут Мария. Мой проект это молодежный реку управленцев. Кратко по сути это кадрово-образовательный проект. С одной стороны в нем участвуют студенты и молодые специалисты. Мы являемся, так скажем, проводником, то есть тренинг-центр статус, который обучает студентов. И далее очень интересный момент, когда эти студенты идут на стажировку компанией. Компания-партнеры. А сейчас, сегодня, в этом году проект стартует, уже стартовал второй раз. То есть в прошлом году была пилотная версия. Были большие планы, ну то есть там порядка 120 человек привлечения. По факту получилось меньше. В этом году опять ставим большие грандиозные планы. Очень много аспектов работы. Очень много аспектов работы. Сейчас вот на самом деле думаю про актуальную информацию. И думаю, а не стоит ли мне из формата анонса проекта перейти уже непосредственно к идеям. Потому что родился конкретный вопрос. Конечно. Да, тогда вопрос такой. В условии ограниченной численности ресурсов в лице команды, то есть это, например, два человека, каким образом можно сделать такой вот большой проект при учете работы по многим направлениям? То есть с одной стороны, да, это нужно взаимодействовать с вузами. Пять их штук, чтобы там привлекать студентов. С другой стороны, надо поддерживать, ну, контакт с партнерами, чтобы они постоянно помнили, что да, вы в проекте, и вы включитесь на определенном этапе. С другой стороны, то есть вузы, здесь вот участников, то есть участники, участники, участники. А участников сколько планируется? От 80 до 120. Можно основные данные записывать? То есть 80 до 120 участников. Да, ну, то есть это дифференцировано между вузами, да? А, ну да, с учетом того, что есть форматы привлечения. Это в вузах через презентацию, когда я прихожу и рассказываю. А есть еще открытый рынок, когда мы просто выпускаем рекламу, ну, и кто увидел, тот пришел. Это уже необычайно, да? Партнеры это кто? Это преподаватели? Партнеры это компании, которые примут студентов на стажировку к себе. То есть это работодатели? Это работодатели. Это работодатели уже был непосредственно, да? А сколько партнеров? На данный момент их 9, планируется вообще 16. А должности или работы, они как-то обговорены? Есть какие-то рамки или это может быть что угодно? По факту это может быть что угодно, но зачастую мы участников предупреждаем, что в первую очередь это линейные должности, на которых они себя могут проявить. А, например, по факту прошлого года? Это дел продаж, то есть либо это специалисты в офис на документы, оборот. Ну, хотя есть, конечно, уникумы, которые, когда приходят не студенты, например, а молодые специалисты, и их уже принимают на какую-то конкретную должность. Они там стажируются, их принимают вообще в компанию. Это вообще здорово. К этому, в принципе, надо стремиться. А кто выиграл в прошлом году? Я. Ты выиграл в прошлом году? Ты выиграл в прошлом году, а в этом году ты организовываешь этот... Круто! Ну, короче, я увидела для себя очень большую пользу, очень рост, наверное, большой, колоссальный. И я вообще думаю, ребят, если у вас есть такая возможность, ну, вот, пройти обучение, узнать все то, что мы рассказываем на тренингах, пожалуйста, приходите, обучайтесь. Но не у всех есть это понимание. Обучает статус? Да. То есть команда, которая делает тренинг? А само вот обучение, событие, как оно, сколько оно по времени, что там происходит? Там получается 5 тренингов, раз в неделю. Ну, да, там формат. Один раз в неделю. То есть мы встречаемся, да? И далее есть еще практические занятия. Раз в неделю? На какое время? Сколько по времени? Три часа. Три часа. Вечером, да? Да. Ну, то есть это формат мастер-класса, ну, стабильненький такой. Раз в неделю это на тренингах. И еще планируется одна встреча, плюс одна встреча, это работа над проектами. То есть по организации непосредственно, например, финального мероприятия, финальное мероприятие, это чемпионат. А это, ну, как любое мероприятие, там, в принципе, есть свои аспекты. Это там пригласить гостей, с информационными партнерами, работать. То есть мы, в принципе, вот этих участников хотим уже включать в организацию финального события этого же проекта. Ну, это, как еще дополнительное время, это, наверное, еще плюс 3 часа в людей. Какой вопрос там поставили вначале? За идеи надо накидать. Ага, да, ну, это, по сути, обстановка перемешалась с идеями. Как в условиях ограниченности ресурсов из команды, там, в 2-3 человека привлечь такое количество студентов? Привлечь. Да. То есть привлеченным студентом считается, когда он сказал, я хочу участвовать, я буду участвовать. Когда он пришел, да, вот к нам в статус, на отборочный тур. А, ну да, может быть, здесь еще резонно обозначить даты, то есть что это будет 16 марта и 2 апреля. Это будет, в этот момент, будет как раз отборочный тур, да? Да, да. Чтобы вот, например, сюда пришло там 40 человек, ну, образно, и сюда пришло тоже 40 человек. А отборочные, они все будут отобраны, соответственно? Там будет десятка лидеров, которые, ну, выиграют деловую игру, и будут остальные, у которых будет возможность, но там уже платно, принять участие в проекте за определенную стоимость. То есть к 16-му часу 80 человек надо? 40? То есть у вас получается два ограничения, человеческие и применимые. Три дня. Да, ну вот, тут уже определенный результат есть, но если... Да. Если мы работаем в формате идей, да, то есть все идеи, которые будут сейчас высказаны, я могу с легкостью использовать на второй апреле. Вопрос как привлечь, да? Да, до этого у меня еще время есть, да. Ограничения это людские ресурсы, да. Ну и там бюджет тоже с минимальными затратами. Какие губы? Гуты. Что-то получается от ГТУ. А, они ГТУ. Большие губы. И студентов там много. Они, в принципе... Ага. Хибгути. Марккос. Марккос. Вопрос. Ну, не знаю, как это называется. А, Сибас. А, и есть Сибу.ПК. Какая-то, что? Торговый. Ага. Наступаемся. Да. Идея номер один. Есть один человек, который в Новосибирске является самым главным профессионалом относительно молодежных команд. Зовут его Дубровин Евгений. Неправда. А, ты здесь что-то? Неправда. Вот, я не знаю как, но у этого человека столько опыта по созданию вот такой штуки и входа во все вот эти вот... В том числе провального. И в том числе провального. Ну, вот он как бы скромный. Нет, да. Хороший. То есть, Дубровин Евгений, да. Вдохновить, привлечь, попробовать, вот тут, не знаю. Коррумпировать. Коррумпировать, да. Всяк-то разное. Ты слишком близко. Ты сейчас как будто нос снимаешь. А сколько сейчас уже, сейчас сколько есть? По факту сейчас есть 10 заявок, которые уже точно придут, ну вот на 16, ну плюс, наверное, 15, которые обозначили свое присутствие через социальные сети. Ну, то есть, там их больше, но через воронку я их рассчитываю 15. То есть, например, их там 30. Но я объективно понимаю, что уже 30, конечно, придут. И то, и 15, это лучшая цифра, которую я могла написать. А что тут, чтобы сейчас понять, а что вы делали, что сделано, чтобы вот эти люди появились? Так вот, если в ситуации... Да, да, хорошо. То есть, сделаны посты группа и события, созданы в социальных сетях. В каких? В контакте. В контакте, да? Только контакт, да. Сделаны презентации в Сибакси и НГТУ, причем сделаны презентации с помощью участников прошлого года, которые, собственно, по-прежнему лояльны к проекту и по-прежнему уверены, что это очень полезно. Вот. Буквально на эмоциях. То есть... А, где, где, как он видит формат? Формат, то есть, когда петь пара и на большой поток заходим у преподавателя, спрашиваем, типа, 2-5 минут, ну и говорят, хорошо, вещайте. То есть, это еще десяток таких презентаций было, наверное? Сколько вы сделали? Было сделано три презентации не знаю, большие потоки, там порядка, ну по три группы, по три, по три. Короче, хватит 9. На 100 человек. Да, да. Вот. В МГПУ и Сибакси так же. Что бы помешало сделать в МГПУ, Сибак, Сибукси... Старший Сибтрек, хорошо. А, вот эти? А, человеческий ресурс. Ну, то есть... А, то есть, у вас два человека. А третьего привлечь? Четвертого. Ну, вот там вопрос, да, организационный. То есть, потом это начинается уже... Это вопрос мотивации. То есть, в принципе, да, я могу, но я могу сделать одну. А что сказать такого, чтобы ты смог сделать три? Или пять? Или поехать вообще в другой вуз? А почему не начать с одной хотя бы? Дать ему возможность? Ну, то есть, это мы говорим сейчас, а участник... Ну, вот идея номер два. Вычесть идей. Ну, если осталось три дня, то идея с парами зайти на пару перед и договориться, чтобы сказать там за 3-5 минут и толкнуть вдохновляющую вещь, мне кажется, достаточно продуктивной. Если осталось три дня, и этого реально сделать... То есть, можно в пятницу и в субботу? Да, ну, вот выбрать день. И вот за этот день можно реально там пойти в каждом на трех парах там здесь, потом туда, там пару пар. Ну, два-то точно можно объехать за день, я думаю. То есть, если с утра, то два, и на каждом по паре раз выступить. Ну, там же получается, у всех-то пары в одно время идут. Ну, то есть, либо с утра, либо вечера. Да. Ну, то есть, я там специально... Какой курс? Писка в вечер. Давно это было. У вас есть агентирование? Второй-пятый. Со второго, да? Да. Ну, мы делаем, не на обращение на второе, потому что... Ну, делаем. Нет, ну, лучше вам какой? Они еще на юге. Вообще, да, лучше, конечно, внутри третьего линия. Ну, к нему такое. Третий. С учетом того, что пятого сейчас не застать в институтах, у университетах. Ага. Ну, в ходе третьей-четвертки, да. Что получат студенты по прохождению лиги? Да, кстати, вы что получили? Вейверс. Финал. Кубок. А? Кубок. 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 Да, вас на работу сгравь пригласили? Ну, в третьей-четвертке статус. Да, да. Понятно. А это был... Как это? А кто еще хотел взять вас на работу? Прежде чем статус? А я не рассматриваю вам предложение. Там же все по-честному, то есть между работодателем. То есть они между собой договариваются, кого они приглашают. Ну, в порядке очереди, они участников распределяли, или жеребьевка. Ну, нет, вряд ли же не будет. Но, может, наоборот, вам бы предложили то, что вам понравилось больше, чем... Нет, не вполне устраивает. Вероятный. То есть выбора не было. Попробуй сказать на камеру другое. Нет, я могла бы сказать другое, но на самом деле... Ну, там был банк, но это было. Но я не хотела идти в банк. Правильно. Вот, это было. Вот. Ага. Такая столь. Немного, короче, делать презентаций. Да, Денис задал вопрос, что в конечном счете получает человек. А, в конечном счете, что я получила. Ну, да. Да. Это прокачало свои навыки, ну, там, публичных выступлений, то есть, как бы сказать, с одной стороны, у меня появилась адекватная картина мира относительно, например, внешнего мира и работодателей. Ну, то есть, о том, что, да, мы говорим, молодой такой, пришел молодец с дипломом, платите мне, пожалуйста, 20 тысяч. Чувак, а что ты умеешь? Ну, вот, я понимаю теперь, что я умею, я понимаю, за что мне можно платить. Вот, уникум такой, я реально понимаю. А, тусовка, вот, точно про то, что я хотел сказать, тусовка, мы у Леши записали в том проекте. То есть, ну, как-то так подобралось, что ребята так пришли не глупые. И по факту, каждый теперь может сказать, что у него есть то, что, ну, есть у меня. То есть, есть какие-то, реально, там, взгляды, стремления, цели, и проще и проще. Такой вот адекватный взгляд. Да, ну, люди. А что про управление? То есть, там, название лига управляется? Ну, а потому что мы, нам там, у нас там учат, мы проходим тренинг, основные навыки управления руководителем. То есть, он здесь тоже в программу включен. Ну, там, как работать с командой, как, что, и плюс навыки ведения переговоров. Это мы работаем тоже по технологии. Ну, переговоры в любом случае, это, мне кажется, так сказать. Если ты умеешь хорошо договариваться, достигая, там, своих определенных целей, рано или поздно станешь вкладником. Ну, так. А чемпионат, сколько идет? Чемпионат идет целый день. День. Чемпионат идет один день. И это чемпионат по... Переговоры. Именно по управлен... Ну, то есть, управленческие поединки. Да. То есть, это управленческие поединки, да? Или все-таки, в основном, переговоры. Нет, но это вот именно... Это вот именно по Тарасову, классикового, да? Да. Да. Я тут не знаю, как было. Это было классное, что было. Да. Да. Так. Идеи, да? Как привлечь. Идеи, как привлечь. Ну, как вот... Бонусы-то победители этого финала же есть какие-то? То есть, их рекомендуют по всей стране? Или еще что-то такое? Разпечатать коротенькие такие взывающие штучки, раздавать на выходе с пары, прям конкретно, если... И в столовой. И в столовой. В столовой можно раздавать, да. То есть, все-таки, если вот конкретно пять, то это в сливом случае... Или просто положить в столовой. Да, задействовало. Задействовало. То есть, уже... то есть, в тебе время. Это получается, все в пути. И... Да, как источники, это, конечно, цифра. Можно сделать две вещи. Завтра в мэрии, во сколько-то будет итоговая презентация лучших проектов Парада Идеи, трех, туда привезут всех участников конкурса Парада Идеи. Ну, это молодежные гранты. И можно прийти туда на итоговую презентацию. И, как сказать, подпольно, под угрозой ареста, там, и многолетнего тюремного заключения раздать... Из подполы? Да, раздать приглашение. Ну, некоторым. Потому что те, которые туда придут, ну, это уже... Они подавали свои проекты, у них какая-то претензия есть, что они лидеры. Ну, целевая группа. Не большая, но целевая. Целевая группа лидеров, уже лидеров, да? Да. Во-вторых, есть хорошая, на самом деле, очень многочисленная группа волонтеров интер из разных вузов, вот, которую в Доме молодежи ведет Женя Печерина. Вот. И можно, ну, с Женей Печериной договориться, что вот для них сделать такое, поскольку бесплатное обучение, ну, и они заинтересованы в развитии и продвижении своих волонтеров. Вот. Она активная группа, их каждый год, ну, собирают, куда-то отправляют, там, сейчас в Казань активно отправляют и прочее, Ну, вот, вот, там тоже дезонанс какой-то может быть. Ну, то есть, там как раз больше студентов, уже чаще всего волонтеры не первый курс, ну, там, кто бы побыли волонтерами, иногда бывает, и постарше, вот, и вот. Это более чем целевая группа, которая знает, что такое развитие, которое... Да, да. Это, то есть, вот две самых дешевых и близких группы, которые могут дать эффект завтра уже. Да, вот это. Вот. Вот. Угу. Ну, есть еще всякие группы ВКонтакте, типа нам на халяву, бесплатно, даром, каких, ну, вот, есть каких-то групп, или 0 гривен, 0 гривен, по-моему, активное сообщество. Ну, то есть, ВКонтакте есть несколько группах, которые популяризируют всякие бесплатные мероприятия. Надо просто их найти, по-моему, 0 гривен, или что-то такое, они к нам приходили тоже. Вот. И, с учетом того, что у вас же бесплатное обучение, как я понимаю, да, они вполне... Ну, то есть, на первый тренинг, на отборочный, все могут бесплатно прийти. Ну, в общем, надо как бы с ними проговорить, если они поймут, что это катит на бесплатное, то они могут разместить. У них популярные группы, там, конечно, все подряд, но там и активные студенты тоже есть, ну, которые на халяву любят куда-то. Вот. да. Угу. Вот. А в мэрии будет в 3 часа с 3 до 5, и все. А куда будет пройти? Ну, надо, наверное, зайти с паспортом, если спросят, и сказать, что ты аппарат идей, и все. Хорошо. Ну, правда, список может быть, заранее подготовленный? Ну, нет, хотя, на самом деле, главное, туда пройти и... И они же все равно заинтересованы, чтобы там публика была какая-то. Да, масса, что-то... Да, еще важно не брать большой транспарант и мегафон. Не брать? Не брать. Ну, ладно. Я льду детей тоже. Тогда хочется действовать за транспарант и мегафон. Да, и что я поняла, то есть, да, для себя, что при условии ограниченности ресурсов и в большом вопросе действовать надо прям точечно. Ну, то есть, делать прям такие ставки, как сказать, ну, большие, ну, ожидать. То есть, можно сделать, я не знаю, кучу презентаций, раздать там, не знаю, развешать плакаты, распечатать плакаты, развешать, но, как показывает практика, кто обращает внимание на плакаты? Я обращаю. Вот эти вот 9-16 партнеров, может быть, они настолько могут быть заинтересованы, что они не только возьмут на работу, но и выделят призы, платные. Призы. То есть, вот, я не знаю, как вот просто сейчас, то есть, короче, призы, источник, с источником финансирования, вот эти вот работодатели, партнеры. Потому что... Ну, в принципе, да, но они и делали подарки, Да, делали, да. Да, но об этом не говорится, возможно, как, в ценности, об этом можно говорить. Да. То есть, как-то вот прям совершенно, что первый приз получает, помимо кубка, еще поездку в Турцию. Если это управленческие чемпионаты по элитам, то можно, поездка в Турцию, это 20 тысяч, это немного, но это может быть такая мотивация для студента, поездка в Турцию, то есть, я лидер, я офигительный, я классный, я захожу, всех побеждаю, еду. Вот мотивация из всех мотиваций. Для тех, кто до конца не уверен в своей победе, да, никто не уверен. Процент, 20-30 призов, очень таких приятных, может быть, лучшая книга, или лучший видеокурс, или еще что-нибудь, 2012 года. А, кстати, литературу-то есть, покупать, да? Книжки-то. Можно на флешках выдавать, в этом формате в электронном. Ну что ж, Мария, твои 20 минут завершилось, что было ценным для тебя? Было ценным, вот сверху, то есть, да, последние, буквально, на последние секунды, о том, что мы говорим о ценностях, и, Маша, ты молодец, что ты это знаешь, но другие не знают, в голову твою залезть не могут, просто вот об этом, не только помнить, но это действительно отразить, отразить на печати, там, на бумаге, то есть, на кого-то это сработает, факт. За мероприятие Евгении, который был пунктом 1, спасибо за то, что назвал пунктом 1, номер 4. Первая идея, хочу обратить внимание, уже сработала? Сработала, да. Если это не требует усилий, то, конечно, это сделаем. Это требует усилий, но это очень маленький процесс. Это можно просто положить, не везде стоять раздавали, это положить. Не в том, что тебе время, вопрос времени, то есть, это экономит время, потому что время мало, поэтому это... Так, ну что ж, давай мы тебя поблагодарим за твой проект, и поддержим. Так, пока Родион готовится, я спрошу...